Здравствуйте, у нас вчера было событие, были анонсированы переводы стандартов на русский язык. Можете сказать, со своей точки зрения, для кого эти стандарты могут быть полезны в пользовании среди русскоязычной аудитории? То есть только это с финансисты, банкиры или творящие? Нет, в первую очередь, конечно, эти стандарты будут полезны для профессионального сообщества. То есть это для финансистов, банкиров, но, в принципе, полезность данных стандартов не ограничивается только ими. Каждый мусульманин, каждый мусульманин бизнесмен, да, тот, кто занимается бизнесом, тот, кто специализируется на халяль-бизнесе, в принципе, для него они будут также полезны, потому что многие вопросы, ведь стандарты, они не отражают только лишь вопросы финансирования, и они отражают многие вопросы сделок, и условия, которые должны обязательно в этих сделках быть, ну, отражаться или должны исполняться. Поэтому данные стандарты, они, в принципе, не сказать, что для широкого, можно сказать, для широкого круга, да, но суть в том, что они написаны специфическим языком, и без определенных знаний понять их будет немножко сложно. Ну, в принципе, естественно, ну, тот, кто будет интересоваться данной отраслью, за внимание, будет очень полезно. Ну, а вот, допустим, вот предприниматель, да, вот он заключает договора, у меня это типовые сделки, вот он что, должен дать договор, получается, дать юристу по данному договору стандарт, чтобы он посмотрел, верил? Опять же, не у всех есть юристы, как он технически? Ну, технически, на самом деле, нельзя сказать, что, прочитав стандарты, может быть, у того, что это недостаточно, потому что стандарты, они, это лишь выжимка того, что есть. Так же, как и, например, если написать общие рекомендации по договорам, да, составление договоров купли-продажи, взятые из ГК, то не каждый простой человек, прочитав эти рекомендации, сможет составить правильный договор, который будет соответствовать. Ну, наверное, если в договоре есть какие-то базовые, такие проблемные вопросы, что я ищу ряд, наверное, их можно будет сразу изменить. Да, многие, многие, многие проблемные моменты, это будет помогать в ЮВИАТе. Но все-таки до конца отказываться от услуг профессионалов, да, что профессионалы должны этим заниматься, это будет совсем, ну, все-таки праздно. Если есть в компании юрист, то, скорее всего, он сможет отредактировать, ну, какие-то правки вести в договор, исходя из стандарта. Да, но без знаний шариата это не будет достаточно. Поэтому издревле, издревле, были такие люди, которые назывались кятеб, да, кятеб-ль-ракуд, то есть те люди, которые писали договора. И в Коране тоже, когда говорится о том, кто будет писать договор, договор долга, да, то есть о том, что один должен другому, там тоже говорится о том, что есть кятеб, да, потому что, во-первых, ну, в то время не каждый писать мог, но даже когда все научились писать, не каждый может написать правильно, что нужно делать. Поэтому договор нужно, все-таки, нужно, нужно обращаться к профессионалам. Смотрите, вот у нас с вами получается противоречие. С одной стороны, вы говорите, что договор, стандарты будут полезны для всех предпринимателей, да, там, для мусульман и так далее. С другой стороны, говорить, что вы все равно не сможете, ну, сложно вот вам понять, поэтому в любом случае... Я понял, противоречия какого-то нет. Договоры, вот эти стандарты будут полезны с какой точки зрения? Человек, который, когда узнает больше, он понимает, что... Ну, человек, который не знает, что такое халяль, что такое харам, он вообще, для него все равно, что продавать, что свинину, что баранину, да. Человек, который знает, что баранина бывает харам, уже начинает разбираться и уже пытается узнать, как... Если баранина может быть харам, значит, какие-то обязательные условия для заклания этого барана есть, да, скажем. Или, например, что сам баран халяль, но способ его приобретения может быть... Да, это уже... Это я просто, например, привел это, то, что касается питания, но вот точно так же с финансовыми. Например, человек будет знать, что есть такие договора, как, например, с алям, да, он может понять, что в договоре с алям, то есть это авансовое финансирование, что обязательно должна быть 100% предоплата. Если он это не знает, он может работать с такими договорами, когда есть отсрочка поставки товара, не делать 100% предоплату, а делать там предоплату 20% и думать, что его деятельность соответствует, там, нормам шаряда. Но после того, как в стандартах он увидит, что есть такие, например, моменты об условии, что 100% предоплаты, естественно, у него не будет полных знаний для того, чтобы составить договор. Но, по крайней мере, он уже будет понимать, что вот эти вот моменты, они важны, и он обратится к профессионалу, так скажем, да, потому что, ну, человек, который вообще ничего не знает, он ему и спрашивает нечего. Ну, наверное, что таких людей, для которых эти стандарты – это огромный класс нового знания, таких людей, для большинства, наверное, все. Ну, естественно, конечно. То есть, если каждый предприниматель прочитает этих стандартов, хотя бы просто прочитает, ознакомится, уже, наверное, сильно должно измениться их поведение на рынке, да, в предпринимательстве? Естественно. Даже до прочитания этих стандартов, если он прочитает, введение в исламские взаимоотношения, да, простейшую книгу, для него уже, да, для него будет очень много уже полезного, и для него откроются многие новые горизонты, которые он, в принципе, не знал, может быть, немножко сузятся в том отношении, что ему будет немножко сложнее работать, да, ну, как сложнее. Это не будет сложнее. И все очень устанавливают рамки для нас не для того, чтобы сложить нам жизнь, а для того, чтобы нам надо облегчить. Поэтому внутри этих рамок он будет, в принципе, уже понимать, что есть рамки определенные, и что надо... Просто несколько их нужно будет скорректировать. Да. Чазак, ла фэр, спасибо.